МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Цены на хлеб вырастут и очень скоро подтвердили сегодня эксперты, какие меры примут чиновники. Первый снегопад обещают уже завтра. Новосибирцы меняют резину автомобиля и покупают теплую одежду. Почему горожане и общественники против строительства снегоплавильной станции в Новосибирске? И месть, как двигатель торговли, подарки для врагов предлагают купить униженным и оскорбленным. Об этом и не только. В ближайшие полчаса это программа Новости Новосибирска. Здравствуйте. Итак, хлеб может подорожать уже в ближайшие дни. Сегодня в областном правительстве подтвердили экономическую обоснованность повышения цен. Ранее его анонсировали производители. Муку в Новосибирской области в основном поставляют компании Алтайского края. И с 19 октября они заметно повысят отпускные цены. Предприниматели объясняют свои действия ростом цен на пшеницу и топливо, а также повышением других расходов. Хлебопеки, среди прочего, жалуются также на инфляцию. Продержаться на старых запасах муки долго не получится. И региональные чиновники обещают найти механизмы сдерживания цен только на так называемые социальные сорта хлеба. Какие именно примут меры, озвучат в ближайшие дни. А в перспективе власти планируют снизить зависимость области от поставок с Алтая с помощью местного инвестора. Что выкупит один из хлебприемных пунктов, который находится в процедуре банкротства, для того, чтобы иметь свои складские помещения, закупать вовремя зерно, тогда, когда цена позволяет вложиться в себестоимость. Плюс там свою мельницу будет ставить. Два дня полицейские волонтеры искали пропавшую девушку в Академгородке. После ссоры со своим молодым человеком Кристина Крючко бросила автомобиль и ушла пешком. А ее местонахождение никто не знал. И двое суток девушка не выходила на связь. Родственники забили тревогу. Когда я поняла, что она не пришла домой ночевать. И на телефонные звонки никак не отвечает. До сегодняшнего момента телефон не включен. Такого не было никогда. То есть для нее, я так понимаю, что я – это самый близкий человек. И чтобы она ушла, не сообщила. Такого не было. К поискам подключились добровольцы и пользователи социальных сетей. Именно через интернет удалось найти свидетелей, которые видели Кристину сначала в кафе, а потом и в ночном клубе в сопровождении другого молодого человека. Пока волонтеры обклеивали улицы листовками, оперативники нашли и незнакомца, и пропавшую девушку. В полиции заявили, что с ней все в порядке. Сегодня муниципальные юристы отстаивали честь и достоинство мэра Новосибирска. Анатолий Локоть подал иск против общественника, который заявил о том, что после отставки мэр может рассчитывать на пенсию в 240 тысяч рублей. Сегодня в Кировском суде прошло первое заседание по этому делу. Адвокаты мэра утверждают, что будущая пенсия городоначальника будет рассчитана из его оклада, который составляет чуть более 35 тысяч рублей. Соответственно, сумма, которую Локоть будет получать после выхода на отдых – 19 тысяч рублей. Но представитель Общероссийского народного фронта Сергей Лихачев считает, что юристы не берут в расчет многочисленные надбавки, из-за которых сумма выплат может увеличиться. Напомню, что мэр требует опровергнуть сделанные ранее заявления и даже согласен заключить мировое соглашение. Однако активисты извиняться не собираются. Сегодня чиновники определили будущее новосибирской школы сноуборда. Накануне мы рассказывали о том, что родители юных спортсменов недовольны условиями для занятий, опасаются, что новый тренировочный сезон под угрозой. Все потому, что земля, на которой привыкли тренироваться сноубордисты, областная, готовить ее для нового сезона разрешения не было. Сегодня на совещании вопрос был решен в пользу спортшколы. Кроме того, для сноубордистов и горнолыжников выделили муниципальный участок земли рядом для строительства полноценного комплекса. Причем преимущество там будут отдавать все же сноубордистам. Мы распахали там целый склон, там 4 дисциплины будет на новом склоне. Там не будет горных лыж. Там будет создан целый комплекс сноубордический. Чиновники Рособорнадзора наконец обеспокоились уровнем школьного образования. Об этом сегодня говорил руководитель ведомства Сергей Кравцов на Всероссийском совещании в Новосибирске. В частности, он заявил, что для решения проблемы уже проводят национальные исследования качества образования по разным предметам. Их результаты помогут улучшить федеральные стандарты и повысить квалификацию учителей. Знания школьников будут оценивать по всероссийским проверочным работам. Для каждого класса по каждому предмету разрабатываем экзаменационные материалы без тестовой части, обычной контрольной работы, но на федеральном уровне в соответствии с федеральными стандартами. И школа в определенное время на сайте эти задания открываются, и она может провести итоговую контрольную работу. И оценить уровень школьников. И будут разработаны рекомендации, если есть какие-то проблемы, пробелы в знаниях. Потому что если есть пробелы в знаниях, и они вовремя не выявляются, они потом как снежный ком идут к старшей школе, отсюда напряжение в отношении единого государственного экзамена. Больше внимания планируют уделять итоговые аттестации девятиклассников, как самые массовые проверки знаний. Уже в следующем году они будут сдавать не только русский язык и математику, но еще два предмета по выбору. Одиннадцатиклассников в шестнадцатом году тоже ждут нововведения. В едином госэкзамене еще по четырем предметам уберут тестовую часть заданий. Чиновники хотят проверить также уровень знаний и компетентность учителей, однако как это сделать, еще не решили. Теперь о том, что вы увидите далее в программе, не переключайтесь. А зима стучит в окно. Синоптики и автоинспекторы предупредили о завтрашнем снегопаде. Сибиряк тот, кто тепло одевается. Насколько подорожали шапки, пуховики и зимняя обувь. За спрос деньги берут. Информационные агентства обманывают арендаторов жилья. Итак, завтра Новосибирск накроет снегопад. Во всяком случае, таковы прогнозы синоптиков. Автоинспекторы тоже предупредили автомобилистов, поэтому водители в спешном порядке меняют покрышки на шипованные. Сейчас в шиномонтажных мастерских ажиотаж в пунктах автосервиса до очереди до ночи. Запись ведут уже на вечер среды. Некоторые водители докупают незамерзающую жидкость для омывателей стекол. Тем, кто все-таки не успеет поменять покрышки, сотрудники ГИБДД рекомендуют завтра воздержаться от поездок на машине и воспользоваться общественным транспортом. Температура воздухопада – это вот цены на зимнюю одежду растут. К примеру, чтобы обновить зимний гардероб, в Новосибирске придется выложить около 50 тысяч рублей. Это, конечно, за качественную одежду. Удается ли сибирикам найти компромисс между понятиями «красиво», «тепло» и «дорого»? Узнала Ольга Маховская. Не самые элегантные, зато очень теплые и непромокаемые – зимние термосапоги. Говорят, продавцы не успевают выставлять на прилавок. Спрос ажиотажный. Для обычного народа – это на работу, на стройку, на мойку. И цена народная. За пару здесь просят 700 рублей. Уже на следующей неделе синоптики обещают днем устойчивый минус. Температура падает, цены растут. Продавцы девушкам нахваливают молодежку. Так здесь называют пуховики парки. Мол, экономичный вариант. Сверху кожи, внутри верблюжья шерсть и натуральный мех на капюшоне. Цена – 7 тысяч рублей. Но это на рынке. В магазине за такую просят от 20 тысяч. Мужчины предпочитают куртки, наполненные тинсулейтом. Материалом, который ученые создали специально для космических скафандров. Но цены на них вовсе не космические. Какой самый популярный пуховик? Тинсулейн. Обычно все ходят, чтобы была на классике. Ну, теплый. Вот она. Такой модель. То есть она у нас самая хорошая. Если вот такие модели, то цены разные. А 3-500 ниже она у нас. Вера ищет варежки. Чтобы вышло дешевле, по привычке отправилась на барахолку. Большинство продавцов после закрытия уличной торговли перебрались в эти павильоны. Но сэкономить особенно не получилось. Что-то стало дороже здесь, чем было на барахолке. Видимо, из-за цен, что здесь эти все вступительные, взносы какие-то у них были. Что-то на 20, что-то на 50 рублей. Самыми дорогими позициями в зимнем гардеробе остаются верхняя одежда и обувь. Для похода по магазинам в среднем нужно запастись суммой в 50 тысяч. Средняя цена дубленки или шубы – 44 тысяч рублей. Сапог чуть больше 6,5 тысяч рублей. Мужские ботинки стоят на пару тысяч дешевле. Охотятся за низкими ценами сибиряки все чаще в магазинах спецодежды. Костюмы для рыбалки, охоты, поездки на снегоходе стали популярными заменителями брендовых курток и пуховиков. А цена на них в пять раз ниже. Это костюм, который состоит из куртки и полукомбинезона. Охотники очень его любят. Очень теплая ткань, расцветки лес. Носки, свитера, шапки и шарфы. В модной коллекции дизайнера Виктории есть вещи теплые, а есть красивые. Последняя, удивляется девушка, в этом году покупает больше. У нас город-то такой молодежный, как бы студенты. Ну вот я как смотрю, да, они стараются красиво одеться. И может быть даже не в угоду теплу какому-то, но чтобы это было красиво. При этом красота, даже эксклюзивная, не требует больших денежных трат. Шапка ручной работы стоит меньше, чем в магазине. Ольга Маховская, Дарья Тарасенко, Остап Григорянск, Константин Стримаусов. Новости РНТВ, Новосибирск. Между тем, не дожидая снега, власти Новосибирска начали строительство второй снегоплавильной станции в Ленинском районе. Затраты берет на себя частная компания, а город будет платить ей за утилизированный снег. Причем немало. Насколько оправданы такие расходы в городе, где, как все помнят, рано или поздно все и так само растает, выяснял Кирилл Полиенко. Первый настоящий снегопад Новосибирске синоптики обещают уже завтра. А сколько всего снега выпадет за зиму, предсказать невозможно. Но обычно за сезон с городских улиц убирают несколько миллионов кубометров. Это десятки, если не сотни тысяч камазов. Часть этой огромной массы попадет на новую снегоплавильную станцию. Инвестор вложит в проект 230 миллионов рублей. Пока затраты не окупятся, город будет платить ему примерно по 150 рублей за каждый кубометр снега. При проектной мощности в 400 тысяч кубов, даже по грубым подсчетам, это около 50 миллионов рублей за сезон. В мэрии считают, что это самый экологичный способ избавиться от снега. Ни одна открытая площадка сегодня очистными сооружениями не оборудована. Собственно говоря, все, что мы сегодня имеем по снегу, попадает в нас в окружающую среду. За полтора года работы одной только станции бюджет потратил на переплавку снега сотни миллионов рублей. В планах мэрии построить еще пять таких объектов. А это уже оборот в миллиарды рублей. По таким ценам лучше бы это солнышко растапливало. А у нас есть еще и частные отвалы. И, как мне говорят, они стоят еще дешевле. В два раза говорят, что они стоят значительно дешевле. Поэтому это просто система для обогащения двух лиц в городе, ну или трех лиц в городе. Несколько из них, которые работают в мэрии, одно, собственно, проплавит этот снег. Вот 400 миллионов они между собой делят, собственно, наших с вами бюджетных денег. Но в мэрии видят только плюсы. Стоки ВОП будут кристально чистыми. Собранный песок снова можно будет использовать в дорожном хозяйстве. А для окружающей территории станция будет безопасна. И когда датчики анализа воздушной среды вокруг станции показывают любое превышение, даже не там ни в разы, ни на проценты, любое превышение вредных выбросов продуктов горения, станция автоматически просто отключается. Отключается. Поэтому невозможно травиться близлежащим жителям и даже испытать какое-то воздействие станции в этом плане. Несмотря на эти заверения, местные жители появлением промышленного объекта под своими окнами недовольны. Сейчас на строительной площадке до идеального порядка и чистоты далеко. После того, как ее построят, будут приезжать примерно около 10-15 КАМАЗов в течение там получаса. И это будет постоянный шум, постоянные пробки, и как бы все будет не очень хорошо. Люди успокаивают, мол, пробок не будет, потому что грузовики поедут сюда не в час пик, а вечером или ночью по специальной технологической дороге. Но даже к ней грузовикам, иначе как мимо жилых домов, будет не проехать. Жители уверены, многотонные КАМАЗы разобьют все окрестные улицы, а гул моторов не даст уснуть. Чьи прогнозы сбудутся? Оптимистичные мэрии или пессимистичные жителей? Будет видно уже в декабре. Кирилл Полиенко, Алексей Андробаев, Новости РНТВ, Новосибирск. К другим темам. В Новосибирске упала доходность от сдачи квартир в среднем на 6%. В Кузбассе другая ситуация. Более того, аренда жилья стала для многих проблемой. В том смысле, что его трудно найти. Так, рынок в Новокузнецке заполонили информационное агентство. С потенциальных арендаторов берут деньги за информацию о якобы сдаваемой квартире. Когда же клиенты выясняют, что это не так, деньги им не возвращают. Егор Филатов о том, как не стать жертвой лжерелторов. Анна хотела снять квартиру возле детского сада. Просмотрела объявление, выбрала подходящую, позвонила. На другом конце провода оказалось агентство, которое было готово оказать свои услуги за определенную стоимость. Только деньги вперед. Чтобы посмотреть квартиру, мне нужно было нести сумму в размере трех тысяч. Вот, они заключили самый договор. И дали телефон хозяев. Вот, ну, как бы, так получилось, что хозяева мне звонила весь день. Как бы, мне назначали встречу. То есть, чуть-чуть попозже, чуть-чуть попозже. В итоге сказали, что квартира сдана. Время шло. Других подходящих вариантов не появлялось. Риелторы сначала тянули время, а потом и вовсе отказались возвращать деньги. Таких агентств в Новокузнецке, да и в любом другом городе, немало. Вычислить их нетрудно. Первое, это квартиры, глаза которые цепляются. Тут и престижный район, и евроремонт, и на удивление невысокая цена. Вы позвоните, и вам вежливо предложат свои услуги за небольшие деньги. Я тогда в двух словах просто расскажу, чтобы предпринимание у нас не было. Вот, смотрите, мы как агент переулкарами работаем, проценты от стоимости мы не теряем. Комиссия, конечно, своя причинствует, но она фиксированная, разовая. Вот, допустим, на квартиру будет составлять всего 3500. А туда входит абсолютно все. Пакет документов, юридическая поддержка. Ну и что самое главное, да, это страховка от неудачного заселения. Вносить никаких денег до заселения ни в коем случае нельзя. Если отдали, считайте, что расстались с ними навсегда. Ведь все эти компании работают на рынке легально и законно. Ну, по существу, это информационные услуги. Информационные услуги, как таковое, законодательное регулирование отдельные не имеют. Были случаи, когда потребитель обращался и указывал, что ему не была предоставлена информация, например, о цене, о наименовании юридического лица, о его местонахождении. То есть это те требования, которые предписывают у нас требования закона защиты правопотребителей. В Роспотребнадзоре советуют осмотрительной относиться к таким конторам, ибо наказывать их фактически не за что. Да и доказать, что услугу они оказали некачественных шансов почти нет. Егор Филатов, Артем Корянов. Новости РЕН-ТВ Кузбасс. Вместо корта круги бюрократического ада. Теннисный центр «Омская звезда» на пять кортов и несколько тренажерных залов, скорее всего, владельцам придется снести. Хотя здесь были готовы проводить соревнования российского и мирового уровня. Почему чиновники остановили предпринимателей? Тахминат Инысова. Предприниматель Вячеслав Калиниченко решил построить спортивный объект два года назад и уже вложил в него 44 миллиона рублей. Для чего продал большую часть бизнеса, взял кредиты. А стройку заморозили почти на финише. Готовность объекта сейчас составляет 89%. Открытие центра было запланировано на март 2015 года. Но в январе мэрия отменила разрешение на строительство и договор аренды земельного участка. Прокуратура напомнила городским чиновникам, что при выделении земли не был проведен аукцион. Здесь пустующая территория была на стадионе «Энергия». Здесь сказали, вот здесь вот будешь? Я говорю, буду. Они говорят, хорошо. Они выдали все документы разрешающие. Участок, на котором возводится спортивный объект, фигурирует в одном из эпизодов уголовного дела в отношении экс-директора департамента архитектуры Омска Анатолия Тиля. Следствие считает, что высокопоставленный чиновник в обход закона выдавал земельные участки. У мэрии была возможность отменить постановление и выставить землю на аукцион еще до того, как начались строительные работы. Сразу не отменили, когда еще можно было остановить строительство, оно еще тогда даже не начиналось, то есть в декабре 2013 года. То есть целый год администрация думала еще, стоит им отменять или не стоит, хотя с аналогичными заявлениями других застройщиков они поступили однозначно. Эксперты уверены, такая схема, когда земельные участки раздают предпринимателям без торгов, позволяет, во-первых, заинтересованным лицам иметь давление на бизнес, а во-вторых, возможность возвращать землю и покупать возведенные объекты за минимальную цену. Например, если строительство спорткомплекса «Омская звезда» обошлось предпринимателю в 44 миллиона рублей, то после снижения курса рубля возведение аналогичного объекта обойдется куда как дороже. В 2013 году мэр Вячеслав Двораковский лично заложил первый камень в фундамент будущего теннисного центра, подчеркнув при этом, что появление такого комплекса, в котором смогут бесплатно заниматься юные спортсмены, результат частно-муниципального партнерства. Доброе начинание, которое администрация обязательно поддержит в дальнейшем. Ведь в Омске появится возможность проводить соревнования не только российского, но и мирового уровней. В пресс-службе градоначальника над журналистским запросом о судьбе спорткомплекса размышляли семь рабочих дней, весь срок, отведенный законом. Ответили же крайне коротко – решит суд. В мае 2015 года арбитражный суд Омска области встал на сторону предпринимателя, однако мэрия подала апелляцию, которая тоже была удовлетворена. Впереди – кассационный суд в Тюмени. Тахмина Тенысова и Дмитрий Головко. Новости РНТВ. Омск. Мы вернемся в эфир после короткой паузы. И вот, что вы увидите далее. Что врагу пожелаешь, то и подаришь. Доставку подарков для самых мстительных организовали в Новосибирске. Соленые арбузы и варенье из томатов предлагали попробовать на сибирском фестивале солений. Когда книга – лучший подарок, какими событиями был и будет отмечен год литературы в регионе. У нас для вас хорошие новости. После вечернего выпуска новостей вас ждет хорошее кино. Сегодня «Охотник на крокодилов» открывает сезон охоты на колумбийскую мафию. Пол Хоган снова в деле. «Крокодил Данди 2». Смотри кино после новостей с понедельника по пятницу в 20.00 на РЕН-ТВ. Это программа «Новости Новосибирск». Мы продолжаем работать в прямом эфире. Сердце с кровью, набор на черный день или рога. Выбрать и доставить один из таких подарков врагу предлагают новосибирские предприниматели. Ассортимент пока невелик, но создатели сервиса полны оригинальных идей. Впрочем, индивидуальные заказы тоже готовы выполнить. Главное, чтобы подарок был эффектным и действенным. Светлана Шуваева оценила услугу. «Сделал гадость, на сердце радость». Так в двух словах можно описать концепцию этого проекта. Враги, уверены его авторы, есть у каждого. Этот сервис помогает отомстить изящно, не нарушив закон. Но тут опять же выбор формы – это не просто что-то серьезное, за что потом я буду чувствовать себя как-то не очень. Это достаточно весело. И это лишнее напоминание людям, что что-то здесь не так. Что-то ты делаешь неправильное. Сначала Денис отомстил своим недоброжелателям. Их реакция ему понравилась. Людям стало стыдно. Так что одаривание обидчиков, уверен он, еще и воспитательный процесс. Ассортимент магазина пока невелик. Чистые слезы, рога для козла или бывшего супруга. Самое сложное в исполнении – голова врага. Ручная работа, объемная печать. А вот набор из веревки и мыла. Петелька уже готова. Мыльце. Весна. Мы жуткие романтики. Хорошо, когда в сердце весна. Сервис доставки подарков для врага популярен во Франции. Но там ассортимент невелик. Недругом отправляют навоз. Новосибирские предприниматели решили, что настоящее природное удобрение – это перебор. Их джи-кейки или г-пирожки только выглядят как настоящие. На самом деле это все просто. Это мука, соль, вода. Все. Делается соленое тесто, выпекается. Можно даже надкусить, попробовать. Если когда они свеженькие. По желанию клиента, такой крендель можно раскрасить в любой цвет. Уже был заказ на розовый со стразами для гламурной девушки. Удивительно, но среди желающих задорно отомстить, вопреки ожиданиям владельцев интернет-магазина, не только молодежь. Солидные люди отправляют сюрпризы начальникам. Чаще всего подарки заказывают своим бывшим. Это увядшие лепестки, окровавленное сердце и сгоревшие любовные послания. В основном доставку просят сделать анонимную. Это тоже удивляет авторов проекта. Ведь сделанная тайком гадость теряет половину своей прелести. Светлана Шуваева, Константин Стремаусов, Новости РНТВ, Новосибирск. Первый сибирский фестиваль «Солений» собрал десятки знатоков уникальных народных рецептов заготовки овощей и ягод. В Доме культуры «Прогресс» сегодня можно было попробовать самые экзотические сочетания овощей и трав и узнать секреты засолки и консервирования, которые нельзя найти в кулинарных книгах. Садоводы охотно делились опытом и щедро кормили многочисленных посетителей. Даже привычные соленые огурцы тут имеют необычный вкус. Все дело в оригинальном маринаде. Ну а особой популярностью у гостей пользовались соленые арбузы. Как говорят дегустаторы, похоже на вялый маринованный огурец, но с сахаром. Читателей в библиотеках стало больше. Таковы такие выводы сделали эксперты во время проведения года литературы в Новосибирской области. Больше количество людей, и это другие люди, которые раньше в библиотеку не приходили. Я думаю, срабатывает то большое количество пропагандистских, агитационных акций, мероприятий, событий, напоминания о том, что чтение занимает важное место в жизни человека. В библиотеке сегодня записано 32% жителей области. Это средний показатель, в новосибирских читателей меньше. А вот во многих селах в библиотеке ходит почти каждый второй. При этом даже деревенские книгохранилища теперь предоставляют новые услуги. К примеру, воспользоваться компьютером, подключенным к интернету, получить юридическую консультацию или даже посетить мастер-класс музыкальной импровизации. Теперь о погоде на ближайшие сутки в городах Сибири. Прогноз представляет общество с ограниченной ответственностью «Доступное жилье Новосибирск». В Томске, где подорожала зимняя одежда, около нуля градусов мокрый снег. В Кемерово, где местные жители строят дороги за свой счет до четырех тепла. В Омске, где власти требуют снести частный теннисный центр, минус один градус. В Новосибирске, где волонтеры ищут пропавшую девушку, не выше двух градусов тепла, возможен снег. А в жилом комплексе «Новомарусина» квартира-студия стоит от 850 тысяч рублей. Он от бабушки ушел, он от дедушки ушел и живет теперь в своей студии. Студии от 850 тысяч рублей. «Новомарусина» своя квартира – это сказка. О ваших новостях сообщайте по телефону редакции или пишите на нашу электронную почту сразу после нашего выпуска. Федеральные новости коллеги озаботились темой. «Плейбой» перестает печатать фото обнаженных девушек. У нас на этом все. Программа «Новости Новосибирска» вернется в эфир уже завтра ровно в 7 часов вечера. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok